В этом видео мы хотим передать вам опыт фотографирования фурсьютов и им подобных существ. Начнем мы с базовых умений фотографии. Вопреки часто встречаемому стереотипу, многие из профессиональных фотографов не умеют даже самого ставдома, а способны только нажимать на большую кнопочку. Отсюда и такое огромное количество смазанных или не в фокусе фотографий. Если вы хотите получать фотографии хотя бы приемлемого качества, то начните с изучения вашей фотокамеры. Начните с прощения с инструкцией к ней. Уже это поможет вам продаться сквозь дебри неизвестных до сели режимов и функций, а также помогут вам при кажущимися серьезными проблемах и даже устранить некоторые мелкие поломки. Возможно проблема смазанных кадров будет именно в этом. Если вы дошли до этого пункта, то хотите продолжать делать фотографии дальше. А для этого следует разбираться в камере больше обычного пользователя. Учитесь снимать в полностью ручном M режиме и приобретите камеру, которую умеете снимать так. И приобретайте опыт, как можно больше опыта в нем, потому что ни одна камера не будет снимать в автоматическом или зеленом режиме так же хорошо, как и вы. Это были островы, которые преподают во всех фотошколах. Этого часто бывает достаточно, чтобы делать приемлемые фотографии на любительском уровне. А теперь мы покажем вам тонкость и работу непосредственно с форсьютами. Если вы купили себе хорошую камеру, то также к ней советуем купить вам внешнюю вспышку, хотя бы уровня СБ-700, с поворотной головой, чтобы была. Потому что встроенная вспышка это зло. Посмотрите на перекос в свете и цветах, и на то, какие большие блики в кадрах. А с помощью внешней вспышки появляется гибкость направления потока света, чего никогда не получу с помощью встроенной. И интересные фотографии тоже получаются, если отражать, например, от потолка. Как я делала в автопротетах в свете, например. Видите разницу? А она может быть еще больше. В первую очередь, старайтесь вообще не снимать форсьюты с помощью прямого и жесткого источника света. К тому же так сильно испортить вам кадр, что никакая обработка не поможет. В том числе можно будет увидеть глаза или другого частила. Что не всегда возможно исправить. А теперь поговорим про позирование. Учите удачные позы фотографии, особенно в портретной съемке. Для форсьютов они чаще всего подходят. А также советую заниматься гимнастикой, так как иногда в такую закорочку приходится сворачиваться, что поди потом еще и разогнись. Также включите сетку в видоискателе. Это на самом деле огромная помощь для постановки правильного кадрирования. И выучите хотя бы правила третей. Уже оно сделает ваши кадры более хорошими. И также форсьютер тоже должен знать, как именно вставать. Чтобы его сьют выглядел наиболее привлекательно. Он же не мникен. Субтитры создавал DimaTorzok Изучение локации. В первую очередь посмотрите, какое на нем освещение. По возможности сделайте тестовые кадры. Затем следите внимательно за задним планом. А то может получиться, что из форсьютера растет мусорка. Или куча людей в кадре отвлекают от модели. Используйте части локации. Форсьютер, который обнимает, например, стоящее дерево. Выглядит куда интереснее, чем просто стоящая одинокая модель. Перед съемкой обязательно пообщайтесь с моделью. Ведь когда вы немного поговорите, будет куда проще понять, что именно с фотографией хочется получить. То может быть и так, что вы снимете форсьют на фоне автомобиля, а форсьютер их, например, боится. Поэтому общение это очень важно. Не держите форсьютера на поводке. Ведь если вы хотите получить живые фотографии, то следует отпустить его. Пусть бегать где ему хочется. А у новой эпохи ловите кадры. Ловите, кому сказала. Будет очень много разных кадров. Ведь этим советом пользуемся в том числе и мы сами. Возьмите с собой реквизит. Не стесняйтесь, дайте форсьютеру что-нибудь в лапы. Например, шарик. Или плюшевую игрушку. Форсьют так получится намного лучше. Смотрите сами. Ну а теперь поговорим по постобработку. Если вы умеете снимать без её помощи, то это просто замечательно. Наш вам поклон. Всем другим советую осмотреть хотя бы базовые цвета и цветокоррекцию. Вы увидите разницу с первого же кадра. Сравните сами. Если она дается такого, получается эдакое. Не бойтесь ошибаться. В наше время ошибка не настолько критична. Мы всё-таки не в предыдущей эпохи живём. Переселять можно практически любой кадр. Как же не бойтесь экспериментировать. Иногда снятые не по правилам кадры не менее хорошие, чем... ...фотографии, снятые с академической точностью. Это были советы от лунного леса. Надеемся, что мы смогли сделать ваши фотографии намного лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова